Ага, супер. Так, что-то вас немного... Продолжение следует... 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 или меньше чаще конечно меньше бывает что вообще там вставили совсем фрагментик там 200 нуклеотидов просто чтобы его амплифицировать по какой-то причине вам нужно именно там расклонировать например то скажем вы генотипируете генетически модифицированное животное и поскольку животные диплоидные да то вы не знаете что в двух хромосомах там мутации в одной и если вы просто поставить pcr с геномки то у вас будет смесь возможно если это гетро зигота а так вы можете взять и заклонировать какой-то фрагмент небольшой и потом просеклинировать отдельные клоны и для этого вот можно использовать например бело-голубую селекцию который мы с вами вчера разговаривали вот в общем в плазмидах я здесь напишу их размер вставки размер вставки который можно на который можно рассчитывать в данном типе вектора значит здесь ну меньше или примерно равно там десяти килобазм килобаза это для кого-то может быть новый термин но я надеюсь что для вас нет для большинства из вас да это тысячи пара оснований то есть пара оснований обозначаются бипи тысячи пара оснований обозначаются киби то есть килобазы это тоже жаргон естественно надо писать дипломе мы написали ли 10 килобаз кстати довольно сложно 10 килобаз на писать ладно так я немножко просто вчера рассказал про плазмиду кол-е которые природные плазмиды помните что-нибудь осталось голове нет чем она коварно да она кодирует одновременно стабильный токсин и нестабильный антитоксин да и поэтому клетки и коля которые после деления не имеют такой плазмиды и умирают вот такая штука значит вот когда это кол-е 1 хорошенько изучили посмотрит о прикольная штука можно ее использовать и поняли вот что в этой плазмиде является лишним ну лишним для нас лишним то в кавычках это плазмид это самой на этом все было очень дорого но и распотрошили выкинули все лишнее на взгляд генных инженеров и сделали из нее такую плазмиду одна из первых может быть даже первая геноинженерная плазмида pbr-322 вот это такая вот допотопная измеющая историческую ценность плазмида которая содержит ориджин репликации от этого от этой плазми что такое оригин репликации которая обозначается ории вот это ории запомните пожалуйста она будет периодически встречаться в нашем курсе на картах плазмид и так далее оригин репликации это то место с которым связываются какие-то белки ну клеточные подавляющим большинстве случаев и обеспечивает репликацию этой молекулы днк этого вектора да в данном случае вот оригин репликации взяли из плазмиды колли и на его основе сделали плазмиду pbr-322 там были еще другие значит всякие элементы вот но пока она была еще плохо изучена и плазмиды pbr-322 содержит в себе участки ее оригин и там соседние участки которые не позволяют плазмиде очень сильно размножаться в клетках е-коли то есть понятно что это имеет некую биологическую значимость для плазмиды чтобы не перегружать собой хозяина потому что если будет слишком большая нагрузка то хозяина тоже плохо и будет хозяин медленно расти и плохо размножать эту вот свою свою нахлебника вот и значит там есть специальные механизмы я не буду сейчас про них рассказывать кому интересно посмотрите там очень интересная регуляция на самом деле с помощью двух некодирующих рнк но короче говоря эту защиту от мульти копейности вот избыточной копейности в конце концов раскрыли и взломали сломали и сделали тогда плазмиду уже такую более как бы ну уже такую настоящую геноинженерную это конечно тоже была настоящая геноинженерная но вот это вот и и до сих пор на самом деле пользуется в принципе когда нужно что-то быстро заклонировать плазмиды пьюси не пук пьюси пьюси например там пьюси 8 пьюси там 18 пьюси 12 вот вот это вот пьюси это значит тоже плазмида она отличается от вот этих вот тем что у нее взломана взломан контроль копийности и он снят из-за этого пьюси является мультикопийной плазмиды то есть их там может быть 100 200 например на клетку да вот ну а потом уже на основе пьюси когда все это еще лучше изучили уже там сделали много-много всяких разных плазмид но вот это просто у нас иногда будут такие исторические экскурсы просто чтобы вы не только знали как делать крис про модифицированных детей но еще и знали все-таки историю геноинженерии да иногда будем углубляться в такие древности так теперь хватит про плазмиды мы еще про них много будем говорить одно время довольно много использовали векторы на основе фага лямбда значит бактериофаг лямбда это вирус который поражает и коле и ну вы знаете как он выглядит да такой инопланетный как монстр такой с ножками значит его тоже очень хорошо изучили изучили все его регуляцию изучили те части генома которые нужны которые не нужны и оказалось что в принципе сам он имеет размера где-то там чуть больше 40 килобас а вот 20 килобас из этих 40 принципе оказалось что не нужны для того чтобы бактериофаг нормально размножался в клетках е-коли их выкинули и оказалось что на это место можно вставлять 20 килобас какой-то полезной для нас генетической информации вот и вот таким образом здесь больше чем в плазмиды влезает да но по некоторым причинам на самом деле сложно даже сказать по каким просто потому что факт лямбда кроме как его потом не никуда нельзя например там нельзя им трансфицировать клетки млекопитающих и так далее это неудобно поэтому очень честно говоря это уже больше историческую ценность имеет хотя иногда приходится встречать современных статьях что по какой-то причине использовали бактериофаг лямбда ну там может ли дисплеев для каких-то фаговых так далее не про это потом поговорим хотя чаще другие фаги используют в общем тем не менее полезно знать что существует в принципе вектора на основе фага лямбда их растят немножко по-другому чем бактерии зараженной плазмиды то есть бактерии зараженной плазмидой но трансформированные плазмидой их выращивать просто на агаре вырастают такие колонии вот если в агаре есть антибиотик а в плазмиде есть селективный маркер то вырастают то есть селективный маркер ген устойчивости к антибиотику да мы это вчера с вами говорили я надеюсь что у вас осталось все это в головах и можно добавить антибиотик в среду и у вас вырастут только те бактерии которые содержат в себе вектор с этим геном и вырастают колонии поэтому отдельные даже если вы посетите много клеток большинство из них умрет вырастут только те которые содержат плазмидов это вот и есть селекции с помощью селективного маркера то есть плазмиды растят в бактериях образующих колонии а вот бактериофоклянда и вектора на его основе его выращивают наоборот как бы можно сказать так инверсия то есть в агар тепленький агар пока он еще не застыл но уже достаточно холодный чтобы бактерии выжили добавляют клетки и шерихи и коли предварительно нарощенные и потом туда там либо втирают либо тоже добавляют вот вектор основе фоглянда и вырастает такой газон то есть чашка полностью заросшие бактериями но в некоторых местах такие получаются бляшки то есть пустые места это там где попал факт он размножился и не дал бактерии вырасти или уничтожил их лизировал вот такой вот интересный вектор у него полезное свойство было в том что система упаковки этого фага лямбда устроена так что в него влезает только определенная в него влезает днк определенного размера вот порядка 40 40 килобас но кроме того если днк короче сильно чем 40 килобас то вирусные частицы тоже не получается то есть вот такая вот как бы прокруст положение в одну сторону и в другую работает не буду рассказывать почему так это всего уже герцология скорее но штука в том что очень если у вас вектор оказался пустой без вставки да то есть он вот только там как бы вот эта вставка она в середине середину вектора вставляется и вот если у вас вектор пустой всем без этой вставки получился да просто два конца соединились и он будет размером примерно 20 килобас то частица вирусная без вставки она не получится просто-напросто вот это удобно пустышки не вырастают пустышки то есть вектор без вставки так дальше когда факт лямбда изучили еще лучше то поняли что на самом деле вот для автономного размножения нужно 20 килобас из 40 килобас да и 20 можно заменить но для того чтобы в принципе днк фага могла размножаться если дать ей белки необходимые для размножения например ну извне то есть загнав их например на другую плазмиду или хромосому вставят или с помощью другого вспомогательного фага который не сам не размножается но поставляет белки для размножения своего партнера то оказалось что вот очень можно из этих 40 килобас почти почти все выпотрошить оставить только кончики самые кончики днк фага лямбда которые называются кос сайты кос кос сайты значит флаг лямбда на самом деле он в принципе это линейная молекула днк но когда он попадает в клетки бактерии то он сразу кольцуется кольцуется он потому что в этой линейной молекуле днк есть такие вот на концах 12 нуклеотидные одноцепочные участки такая сингл стран днк 12 нуклеотидные на концах и они комплементарны друг другу когда вот это вот линейная днк впрыскивается в клетку еколи она тут же замыкается в такой вот благодаря этим кусай там замыкается получается такая как плазмидка маленькая дальше у нее может быть разная судьба инфекция может быть критической когда она начинает продуктивный синтез белков и и так далее может строиться в геном ну это я все рассказываю про исходный фактор а вот соответственно вот вектора на основе фага лямба это значит выпотрошенные середины 20 килобаз замененные на что-то а косой это выпотрошенные вообще просто все было удалено включая гены необходимые для репликации и так далее оставлены только вот эти вот на концах коса ну не 12 нуклеотидов побольше там братья которые нужны для работы некой машины узнавание белков которые все это обеспечивает и так далее но начинка получилось то есть место для начинки размером 40 килобазм вот это замечательно совершенно да штука в том что вот сам этот конечно вот этого днк до из которой все убрали она естественно сама размножаться уже не может и поэтому космидом им для размножения нужен вспомогательный бактериофаг этого вспомогательного бактериофага мы тоже как бы лямбда но то есть нужно сделать так чтобы он сам не размножался но поставлял белки для размножения вот этой космиды вот это тоже можно сделать механистически да совсем другой совсем другой аппарат для размножения то есть плазмида она обязательно сама реплицироваться а бактериофаг реплицирует с помощью своих ферментов космидов да да ну да можно такую аллегорию да в принципе применить что по сути это как бы такая вот ну короче говоря да в общем днк вот у которой все выбросили только полезную вставку оставили вот эти маленькие хвостики которые узнают со специальными белками эти белки они поставляются совсем другой из другого источника да да ну поверьте этого хватает на самом деле за 1 я коли в результате литической инфекции выходит я боюсь и соврать сколько там частиц но сегодня может быть ой слушать но это это очень интересный вопрос вы задаете я рад что вы внимательно слушаете давайте потом обсудим образ не успеем сегодня у нас сегодня ферменты вообще-то основная тема лекции давайте потом поговорим это уже к вирусологии как бы относится как там клетка вот перед тем как умереть она успевает на продуцировать кучу частиц так значит дальше фагмиды фагмиды это что-то вроде плазмид только у них есть такая особенность у них есть промотор из другого бактериофага f1 вне промотор пардон промотор этот самый origin репликации есть дополнительный origin репликации и этот origin он ну этот фак из которого взят origin он вообще-то может существовать часть своего жизненного цикла в виде одноцепочечной кольцевой днк и если такой origin вставить f1 ori вставить в плазмиду то при наличии определенных белков которые способны узнавать от фаговых белков до которые тоже можно путем заражения фагом помощником можно снабдить клетку этими белками вот из этой плазмиды можно наработать одноцепочную днк честно говоря я уже давно не встречал как бы применение вот этого принципа в современной науке поэтому это тоже скорее историческую ценность имеет я не буду на этом останавливаться но вот по не совсем понятной даже мне причине в очень многих векторах даже современных существует вот этот f1 origin просто коммерческие векторы которые там недавно были сделаны ну видимо часть в часть случаев просто это поленились выбрасывать производителя но тем не менее не удивляйтесь я про это рассказываю для того чтобы это не было для вас сюрпризом когда вы увидите карту какой-то плазмиды и там написано там просто ори или кол е1 ори а потом в другом месте еще f1 ори и люди там например на экзамене начинают от плазмиды пытаться анализировать сказать что такое начинается там всякое там что это прям ликопитающих там что-то еще там к растению не будьте такими так да нет вот ну то есть насчет фагов ламда вот этих двух здесь сложный вопрос как свой они или нет потому что они внутри бактериофага в капсиде они не кольцевые у них вот эти 12 нуклеотидные липкие концы а когда но в принципе если просто оттуда но от фенолить вот как мы вчера говорили да можно фенольной экстракции протенизовать факт фага выделить просто днк и потом нанести на гель ну там не на геля ну каким-нибудь способом посмотреть какая конформация у днк увидеть что она не кольцевая ну например если порезать эндонуклеозы рестрикции по которым сейчас вот здесь посередине по уникальному сайту дату она развалится на два куска а не на один это будет означать что она линейная вот а вот когда она проникает в якорь если после этого вы из якори ее достанете там подфинолить или пор и выделить увидеть штаммах она кольцевая ну в общем не будет тоже в это углубляться коллеги потому что давайте давайте перейдем дальше вот уже здесь начинаются более современные всякие вещи ну то есть плазмиды ультра современные по-прежнему на протяжении уже там десятков лет а вот вот эти они как бы я про них так вот рассказал вам для развития скорее редко сейчас используются эти вечеры здесь вот важно что по-прежнему есть эти элементы раньше просто почему это так было распространено все-таки вернуть к этому вопросу потому что раньше часто использовали гибридизацию то есть днк гибридизацию там саузер мы ставили так далее да и любили получать одноцепочные зонды которые для гибридизации нужно гибридизация когда вы что-то там куда-то нанесли какую-то днк а потом одноцепочный зон какой-то меченые радиоактивный например наливаете и он спаривается с вашим образцами по принципу комплементарности и вы видите там с чем прогибридизовалась потом чуть-чуть про это поговорим сейчас очень редко используется вот но сейчас зонда делают асимметричный пцр почти всегда и это не очень актуально тем не менее для каких приложений это все полезно знать на самом деле очень часто вот я буду рассказывать про что то что сейчас может быть используется либо мало либо даже совсем не используется но вдруг кто-то из вас придумает потом какой-то очень интересный способ как эти старые наработки используются в ультрасовременном методе очень часто такое бывает сейчас что какой-то появляется новый метод а там использован принцип который на самом деле про который все там уже 30 лет не как забыли не помнят какие-то ферменты интересные которые давно там были открыты а потом не использовались вдруг бац и на этой основе делают какой-то уникальный метод так поэтому все это полезно будет знать теперь бак баки это bacterial artificial chromosomes то есть это искусственные хромосомы тоже кольцевая двухспочная днк но как бы как огромная плазмида на самом деле да но они огромные то есть это реально сравнимые с размерами с размерами хромосомной днк еколи значит в них можно можно запихать от 100 до 300 килобас полезного материала представляете такие вот большие но с ними конечно работают совсем по-другому в их основе лежит очень интересная штука f-фактор и шерихи и коли если вы знаете что-нибудь про это знаете да ну тогда не буду рассказывать много это очень тот фактор который это такой такая тоже по по сути плазминка только она большая эписомы которые существуют в некоторых клетках и шерихи и коли эти клетки они как бы становятся другого пола но это как бы такой псевдопол конечно да то есть у них вырастают такие пили сексуальные и они очень способны конъюгировать с помощью этих пилей конъюгировать с клетками у которых этих пилей нет то есть вот как бы такое некое подобие очень отдаленное как вот полового псевдополового процесса у бактерий есть вот так вот вот для того чтобы все это дело было в клетке должен должна находиться эписома которая называется f-фактор и вот это вот и фактор у него очень интересная биология при конъюгации он передается от этой бактерии к той из которой она конъюгирует по этому пилю вот при этом с некоторой вероятностью это эписома может встроиться в хромосомную днк интересным образом строится и вот если такое встраивание произошло а конъюгировать то хочется да вот они конъюгирует и вот эта эписома она начинает по пилю проникать в другую бактерию и при этом она тащит за собой их хромосомную днк тоже удивительная штука передает по сути но при этом на самом деле она не всю ее утаскивает она при этом еще как бы копию утаскивает хромосомной днк и на этой основе на этом основана иногда передача каких-то признаков кодируемых именно в хромосом днк передача признаков от одной клетки яколи к другой очень интересная тут штука с точки зрения биологии к сожалению нет времени на них больше в принципе для передачи полной возможно передача полная вот и потом они там как-то разбираются уже друг с другом старая копия новая копия между ними рекомбинация происходит в итоге естественно потом остается все таки 1 1 вида днк вот но она может из-за рекомендации содержать в себе гены пришедшие из из новой из той клетки которая была с пилями и из той клетки которая была без пилей как бы рекомендация получается вот по поводу того чтобы прерывать это вот удовольствие это принципе для этого просто достаточно пробирку встряхнуть вот и на этом основе были даже всякие древние методы основаны такой генетики настоящей кондовой когда картировали гены вот по времени необходимому для передачи этого гена относительно начать относительно точки встраивания вот это вот в общем на самом деле очень интересный если заинтересовались почитайте очень интересная штука но к сожалению нет времени не вот короче говоря на основе этого и фактора сделаны баки и они позволяют большие куски днк клонировать теперь переходим от бактерий к эукариотом яки яки не те которые с рогами те которые из артифишал кромосом то есть это искусственная хромосома дрожжей самые настоящие хромосомы просто маленькие относительно природных хромосом дрожжей значит про эти яки что надо сказать что в яках должно быть три ключевых элемента что это за элементы это что-то вроде ориджина репликации только у дрожжей называется ars ars запомните дальше обязательно должна быть там это самое центромера центромера который где образуется кинетохор и крепятся микротрубочки чтобы происходило при метозе которую дрожжей кстати закрытый если вы может быть вы не знали интересно ядерная оболочка не распадается внутри ядра делятся хромосомы на ядро перемычкой ну очень важно вот центросома за которую крепится микротрубочки по сути да она обязательно должна быть если ее не будет то сегрегация хромосом в метозе будет нарушена в анафазе вот и также теломера теломеры но это вы знаете конечно это слово знаменитая теломеры вот тетенька уже целыми разусе вколол агенную инженерную вот в общем теломера это на конца хромосомы штучки которые предотвращают слепание хромосом и всяко управляют тоже очень организации конца концов хромосом вот если у вас в куске днк линейном есть арс цен и тел то перед вами не что иное как дрожжевая искусственная хромосома кстати какие-то умельцы взяли если они чем путаю недавно просто ради прикола некоторые же геноинженерные любят чего-нибудь ради прикола сделать как скрестили в московском зоопарке слона со слоном чтобы просто позырить также также и тут взяли сделали кольцевые хромосомные днк вот и ничего нормально кольцевые хромосомы днк и они работали делились нормально это к вопросу о том что почему у прокариот кольцевые днк обычно да ладно это все опять же мы не туда уже пошли короче про яки запомните да что арс цен и тэл может быть слона вам поможет это запомнить так еще есть маки как вы думаете что такое маки маммалин естественного 20 мэмарин артифишал кромосомс вот и про них не буду особо ничего раз ага пардон про про яки я забыл сказать что там до мегабазы может быть в яках 1 мб это все про яки да в маках что-то я не помню точно сколько там может быть но как вы догадываетесь там как минимум уж не никак не меньше чем я то есть в принципе по похожему принципу организованные хромосомы только их можно поддерживать в клетках млекопитающих так и последний вид векторов про них сейчас речь не будет идти потому что это ко второй части курса но самые интересные наверное векторы для работы с клетками млекопитающих ленте вирусные всякие вирусные векторы ленте вирусные аденовирусные которые вот размер маков боюсь на врача очень большие тоже разумеется поскольку это реально и у кариотические хромосомы мегабаза точно можно туда вогнать вот просто не приходилось работать честно говоря с маками значит вот аденовирусные векторы вот на основе которой вакцина была сделана например скажем спутник да аденоассоциированные вирусы на основе которых есть лекарства генно-инженерные запатентованные и уже применяемые в реальной генной инженерии в реальной генной терапии и также у нас будет лекция там который прочитает вирусолог один значит про растительные всякие про подходы ген-инженерии растений растительный вектор на основе вирусов растений очень прикольная это рнк содержащие векторы необычно так значит последнее что я хотел в этой части сказать это то что в лаборатории в основном мы работаем конечно я имею ввиду в смысле вот какие-то рутинные операции создание векторов геноинженерия там клонирование создание молекулярно-генетических конструкций в основном это все делается всегда в е-коле а потом уже вы выделяете из е-коли плазмиду наработавшуюся и делаете с ней что-то там дальше например трансфицируете этой плазмидой клетки млекопитающих декорты конечно же эти штаммы е-коли которые используются в лабораториях они специальные штаммы которые не выживут у вас ну е-коли догадывается где живет в норме вот в общем они там не выживут эти штаммы в этом месте где темно значит вот штаммы специальные они содержат мутации ауксотрофности некоторые там или специальные которые уменьшают чистоту рекомбинаций еще чего-то в общем это и к тому что не нужно бояться что я коли на вас нападет в лаборатории и оккупирует геноинженерное геноинженерное модифицированное коле оккупирует ваш кишечник так все на этом вчерашняя лекция закончена начинаем сегодняшнюю лекцию сегодня у нас очень очень важный разговор он касается ферментов наиболее распространенных групп ферментов которые используются в генной инженерии в первую очередь конечно же это ферменты которые нужны для модификации днк потому что подавляющим большинстве случаев геноинженерии это работа с днк с тем что называется когда-то давно называлась рекомбинантная днк а простите видео до видео куда-то пропало вот я тоже заметил что видео нет что с этим делать преподаватели так что там не хочет включаться а вот включилась да только меня тут нет только доска хорошо так наверно лучше качество поставить получше чтобы доска было видно так коллеги ладно значит ферменты ферменты для работы с днк в первую очередь да так самые главные ферменты для работы с днк которые нам чаще всего будут нужны больше всего нужны и которые постоянно будут мелькать в ваших домашках еще где-то это эндонуклеазы рестрикции значит эндонуклеазы рестрикции они же рестриктазы да раньше считалось вот еще когда я был например там дипломником считалось что сказать рестриктазы это такой жаргон недопустимый нельзя говорить сейчас разрешили вы можете не бояться и говорить рестриктазы так но тем не менее исходный термин эндонуклеазы рестрикции я в двух словах объясню почему откуда взялись взялся этот странный чудаковатый набор слов но слово нуклеазы просто означает что это ферменты которые расщепляют нуклеиновые кислоты теперь эндонуклеазы говорят о том что это нуклеазы которые расщепляют нуклеиновые кислоты внутри цепочки есть существует еще экзонуклеазы экзонуклеазы они подъедают с конца с 5 до конца 3 до конца вот эндонуклеазы они разрезают внутри в данном случае речь о днк эндонуклеазов будет идти рестрикция что такое рестрикция рестрикция английский термин даже встречу означает не что иное как ограничение ограничение чего каком ограничении идет речь речь идет на самом деле о об одной из систем защиты бактерий от патогенов ну я думаю для вас не сюрприз что бактерии тоже есть система которые можно назвать в какой-то степени их иммунитетом их несколько как выяснилось не так давно самое но относительно недавно от нас самая древняя в смысле не пардон не самая древняя в эволюционном плане а самая давно известная система эта система рестрикции модификации полезно это знать просто для общего развития а также для того чтобы понять что я скажу дальше значит когда люди занимались изучением бактериофагов например того же бактериофага лямбда то оказалось что бактериофаги наработанные в каком-то одном штамме если их налить на клетки того же штамма то они прекрасно тут же разносят в хлам клетки этого же штамма а если налить на клетки другого штамма то иногда бывает так что они заражают очень очень плохо но если очень настаивать то внезапно они вдруг какую-то одну видимо клеточку заразят и вот после того как они прошли через эту клетку через одну уже инфекция случилась они точно также успешно начинают заражать этот штамм когда стали выяснять почему оказалось что бактерии имеют систему иммунитета можно сказать да она состоит из ферментов двух типов один тип ферментов метиллазы метиллазы метилируют днк они метилируют как правило таким образом что днк по каким-то определенным участкам с четкой дотерминированной последовательностью как правило хотя не всегда метилируется вот ну чаще всего это симметрично например там основание метилируется и метилируется в двух цепях сразу в двух цепях значит вот такая штука интересная а если да и кроме этих метиллаз в тех же бактериях есть эндонуклеазы рестрикции партнерская к этой метиллазе которая узнает и режет наоборот не метилированные сайты такие же сайты которых если все нормально должны быть метильные группы а их нет и в этом случае эндонуклеазы рестрикции берет и режет как режет мы сейчас поговорим вот такая штука к чему это приводит это приводит к тому что днк собственная днк этой бактерии она всегда метилирована потому что метиллазы постоянно работают и когда днк реплицируется то метиллазы вот разошлись две цепи по матрице старой метилированной цепи синтезируется новая цепь и метиллазы они узнают полуметилированное состояние и метилирует вторую цепь понятно да и благодаря этому собственная днк бактерии метилирована а если вдруг в бактерию попал скажем попал днк бактериофага или какой-то плазмиды нежелательной проникла или еще что-то да то но у нее если она не сделана в таком же таких же точно клетках в другом штамме например сделала где где не было этой метиллазы вот эти метиллазы они могут быть уникальными для штамма или там для бактерий для какой-то да вот папа а бактериофаги они могут как бы конечно кросс пишет быть и между видами между штаммами ходить вот часто бывает что попадает днк бактериофага а тут же ристриктазы подбегают бац 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 посмотрели ага узнали этот сайт и он не метилирован и тут же разрезали вы все на этом все закончилось ли бактериофага вот такие вот дела понятно все здорово так значит вот поэтому отсюда слово рестрикции то есть рестрикции это вот от биологии от биологии этого процесса биологии очень интересно но сейчас как вы знаете конечно есть и другие системы бактериального иммунитета до из которых самый сам практически важный является крис проказ да и мы про это обязательно поговорим будет много про это у нас в наших лекциях потому что это важно и мир в котором вы будете жить и работать он будет уже другим благодаря этим системам вот но благодаря ристриктазом мир стал другим уже давно значит их открыли там когда меня не было на свете еще и вроде бы и изучили выяснилось что эндонуклеозы рестрикции бывают ну как минимум они бывают четырех типов то там говорит что может и 5 в общем давайте мы по ним быстро быстро пробежимся опять же просто скорее для общего развития потому что наиболее ценным для нас будет являться только второй тип 2 а сейчас я расскажу про первый третий типа для начала первый тип андонуклеоз рестрикции на его примере хорошо понятно вот именно биологии этого процесса это такие необычные белки они значит довольно большие мультимерные и в этом вот мультимере то есть несколько субъединиц в этом белке в нем одновременно и эндонуклеоза находится и метиллаза ну там разные субъединицы как правило и неважно в общем некий комплекс который одновременно и метилирует и режет что же вы все зеваете то так сайт узнавания у них да давайте откроем ну давайте вокруг дверь откроем да там просто шумели поэтому я закрыл спасибо за низ вот так значит рестриктаза эндонуклеоза рестрикции первого типа перерыв сделаем чуть чуть попозже попозже значит в одном ферменте и экзонуклеоза рист эндонуклеоза рестрикции метиллазы сайт узнавания у них такой состоит из двух частей но они неподалеку друг от друга расположены эти части там разделены например пятью нуклеотидами то есть например там скажем сайт эндонуклеоза рестрикции е к 1 выглядит вот так вот я просто записал ради прикола а а c потом идет шесть букв n то есть любые нуклеотиды да идут а потом почему-то gtgc вот вот такую вот последовательность она любит вот она ее находит связывает этот фермент связать его а потом происходит странная штука этот фермент он садится на эту последовательность большой такой и начинает протягивать через себя днк таким странным образом но как бы уши такие с днк начинают расти вот в две стороны а на каком-то расстоянии далеком есть другое а c gtgc ну или как бы наоборот может оказаться и там другая с ушами тоже сидит такая другая молекула эндонуклеоза рестрикции или метилирован и они вот тянут тянут днк уши у них растут растут и это приводит к тому что они оказываются неподалеку друг от друга рядом ну как можно сказать что сталкиваются хотя я не знаю сталкивается ли они физически короче говоря чудесным образом в этот момент встречи они радуются и разрезают в этом месте днк вот такая необычная система все но в геноинженерии она практически не используется поэтому это вам для общего развития да причем вот чтобы ехать чтобы эти уши у них росли нужно нужна энергия ты ну всегда как бы когда что-то движется как правило ответ нужен а метиллаза то же самое метиллаза вот метиллаза е qk1 тоже в этом же холла ферменте находящаяся она если фермент связался вот с этим сайтом а вторая цепь метилирована я не знаю честно говоря какая здесь метилированы какое основание но очень какой-то из них наверное там c скорее все или а может и она метилирует вторую цепь как я сказал да 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 после этого она теряет афинность то есть на самом деле все очень просто вот у нее афинность к полуметилированному состоянию или не метилированному полностью метилированную она теряет афинность уходит вот если полуметилированная она метилирует вторую цепь если не метилированная она начинает вот это вот уши свои растите с днк и режет потом так эндонуклеоза рестрикции третьего типа третьего типа не потому что я считать не умею вопрос так удобней значит у них что у них они немножко странные такие у них есть нуклеотидная специфичность опять же не симметричный обычно сайт какой-то такой там вот но режут они в на расстоянии от сайта узнавания причем на относительно большом вот это их специфика но специфика на самом деле в том что это просто семейство белков разные то есть если посмотреть аминокислотное последовательство это все разные семейства нуклеаз рестрикции но вот механистически у них еще есть такие вот особенности режут на расстоянии порядка там 25-28 пар оснований от сайта узнавания какой там один фермент по он продается из них но честно говоря пока вот так я сходу не могу какие-то технологии назвать интересных связанных с используем этих нуклеоза рестрикции потому что они опять же тоже не очень удобно да важно важно понимать что вот эти нуклеоза рестрикции они вообще не удобны потому что ты не знаешь когда она вообще разрежет она вот эти вот два фермента с разных сторон едут я тут еду да и потом они встречаются где-то и там разрезали а где это произойдет в общении неизвестно это один раз может здесь произойти другой раз здесь и В общем, это сайт разрезания недетерминирован вообще. Здесь немножко лучше ситуация. То есть сайт разрезания неподалеку от сайта узнавания, но тем не менее тоже неудобно. Есть четвертый тип, про него не буду рассказывать ничего, вообще не слышал никогда, чтобы его использовали пока что. А самое, самое главное для нас, о чем сейчас пойдет речь больше всего, это эндонуклеазы рестрикции второго типа. Вот эндонуклеазы рестрикции второго типа – это те ферменты, которые постоянно, рутинно используются в генной инженерии. И про них мы поговорим после пятиминутного перерыва. Я очень надеюсь, что вы не опоздаете, потому что мы опять не укладываемся. Да, коллеги, я хочу вас огорчить, вас ждет домашнее задание, поэтому если кто-то решит вдруг свинять сейчас, Александр, нет? Хорошо. Да, вот может быть сейчас разберите пока. А там видео пропало, видео появилось? Видео появилось, да. Смотрите-ка, здесь есть распечатка хорошего качества, это для тех, кто пришел на лекцию. И не очень хорошего качества, принтер уже сдыхал кадры, что для тех, кто не был на лекции. Да, держите, вот раздайте, может быть, если несложно. Значит, домашнее задание я надеюсь, что выполнят все, и кто не был тоже. Там есть отличное качество. Ладно, я пошутил. Задание одно и то же, это главное. Ну, да, Софья. Сидишь, Миша, у меня сайт уже на вами на встрече, пока. По-моему, да. Да, да, ага. Давайте я узнаю, как вас зовут. Я постепенно хочу с вами Даниил Бобровский. А вы не родственник Бобровского, Леша, который только все работает, нет? Окей. Сейчас, да, получается, что, сейчас, как лямбда, нельзя, как бы, и вам, можете использовать для наработки самих этих плазмит? Естественно, для чего его использовать, как в основном? Или он, типа, для наработки, для плазмит? Нет, 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 в общем, все вот эти старые векторы, они, на самом деле, появились, когда люди просто, ну, ПЦР был дорогой, да. Но, кроме того, на самом деле, 20-килобазные куски не на ПЦР лишь. То есть, ну, сейчас можно с помощью вот Fusion, например, полимераза, про который я расскажу в следующую среду, можно, как бы, ПЦРить большие куски, но все равно 20-килобазные, это вообще на пределе, на самом деле, возможностей. То есть, это, ну, очень неэффективно. А еще для речи, как гибридизация, эти пользуются? Как в отношении того, что, да, вот эти АПИШ, как бы, используются? ФИШ используется, да. Но для него, ПЦР? Ну, для него, да, зонды получают. То есть, они используются длинные? Для ФИШ вообще просто сейчас синтезируют чаще просто одно нуклеативное, одноцепочное поле, потому что все стало дешево, как бы, ПЦР дешевый, да. А раньше вот просто что, делали геномные библиотеки. У нас будет лекция по геномной библиотеке. Дробили геном на куски вот примерно по 20 кБ и вставляли вот в бактериофак лямбр. Так, да, давайте. Вас как зовут? Я просто постепенно тут всех узнаю. Иван Подьяков. Подьяков, так, хорошо. Но я не гарантирую, что я всех запомню, просто как бы нам постепенно. Здесь поднимается эта дверь из триктажа сразу. И мы должны выбрать буфер такой, чтобы у них, ну, как бы, средний, наибольший. Да, я сейчас про это скажу. Да, все хорошо. Так, коллеги, давайте рассаживаемся по местам. Пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас начнется. Так, итак, мы разговариваем с вами про эндонуклеазные рестрикции второго типа. Что же это за такой тип второй? Второй тип эндонуклеазные рестрикции состоит из одной субъединицы. Это белки, односубъединичные белки. Поэтому с ними очень удобно работать. Их удобно, скажем, там, выделять, выделять, ну, просто получать рекомендантные ферменты, продавать их, покупать. Вот. Дальше. Они не требуют АТФ. Ну, это, в принципе, скорее частность. Но, тем не менее, полезно знать. Самое главное, они обладают очень четкой нуклеотидной специфичностью. И вот это их черта, которая сделала их такими популярными у генных инженеров. Значит, да, и еще важный момент. Метилазы, метилазы в системе эндонуклеазной рестрикции второго типа, это отдельные белки. То есть вот у этого фермента, у них, у белка, который продается в пробирочке там фирмы какой-нибудь, у нее нет метилазной активности метилаза. А про трейдинг, да, трейдинг, да, трейдинг, да, трейдинг. У третьего тоже в одном флаконе. Вот. Значит, сайты рестрикции эндонуклеаза, рестрикции второго типа выглядят обычно забавно. Почему забавно? Потому что это полиндромы чаще всего. Что такое полиндром и в каком смысле, что такое полиндром в случае ДНК? Ну, полиндром это, вы знаете, там, я знаю только один неприличный, не буду его говорить, но наверняка вы знаете разные приличные. Я в вас верю. Вот. Значит, в случае ДНК, что такое полиндром? Например, ААГ, вот, 5 штрих, 3 штрих. Мы с вами договорились, да, что верхнюю цепь мы чаще всего пишем 5 штрих, 3 штрих, а нижнюю 3 штрих, 5 штрих. Вот. Значит, и вот, пардон. То есть, вот здесь и вот здесь одинаковая последовательность, разнонаправленная. Вот в этом смысле полиндром. То есть, есть ось симметрии, но ось симметрии, она как бы вот, ну, не такая, а, как бы сказать-то, ну, вот такая, как бы, да? То есть, такая вот необычная ось. То есть, вот здесь ААГ, а здесь ААГ. Почему я на этом останавливаюсь? Казалось бы, простая штука, на самом деле, но почему-то, вот, у вас часто будет там в домашках, в контрольных, надо будет просто увидеть в нуклеотидной последовательности, увидеть, где там сайты, и выбрать любой из них. Почему-то часто у некоторых выдающихся личностей бывают проблемы с нахождением вот сайтов-рестрикции, ну, естественно, не каких-то конкретных. Я речь не делал о том, чтобы помнить сайты-рестрикции наизусть какие-то, а просто смотрите полиндром. Почти к любому полиндрому можно, на самом деле, сейчас купить фермент. То есть, этих эндонуклеот-рестрикций второго типа, их там какие-то там тысячи просто сейчас уже продаются в огромном количестве. Вот. И чаще всего они узнают полиндром. Почему? Иногда, в редких случаях, не полиндром. Почему, кстати, полиндром? Потому что, на самом деле, вообще, вот, многие, на самом деле, ДНК-связывающие белки, они узнают вот такие вот полиндромы. Почему? Потому что очень часто ДНК-связывающие белки, транквитационные факторы, еще какие-то, да, они состоят из двух субчастиц, субъединиц, которые узнают, один белок связывается вот с одной цепью ДНК, как бы вот здесь, а другой дальше по спирали связывается с другой цепью. Ну, последовательность такая же. И, ну, как бы, два идентичных взаимодействия, на самом деле, да, но они на разных цепях. Представили себе, да, вот это в пространстве? Вот такая штука интересная. Так, значит, я нарисовал наиболее часто встречающийся сайт эндонуклеоза рестрикции второго типа, который состоит из шести нуклеотидов. Но на самом деле, на самом деле, эндонуклеоза рестрикции второго типа могут узнавать от четырех до восьми нуклеотидные сайты. Но важно понимать, что это для каждой эндонуклеоза рестрикции четко детерминированная последовательность. То есть эндонуклеоза рестрикции, которая узнает А, Г, Ц, Т, Т, ни за что не узнает Т, Т, Ц, Г, А, А. Понимаете, да? Так, вот, значит, иногда бывает вырожденный сайт. То есть что значит вырожденный сайт? Это означает, что там, например, не А, Т, А, Т, А, Т, да? А, например, бывает А, Т, Р, П, А, Т. Что это значит? Ну, вы знаете, да? Пурины, пирамидины. Кто знает пурины? Что такое пурины? Ну вот, началось. Смотрите, небольшой лайфхак. Значит, пурин – слово маленькое, а нуклеотид большой. То есть нуклеотид большой, вот А и Г. Ну, я думаю, что вам в молекулярной биологии уже забили в головы, как они выглядят. Вот маленькое слово, а сам нуклеотид – основание, основание большое, из двух циклов состоит, да? А пирамидин – С и Т, там, или У. Слово-то большое, а основание маленькое, из одного цикла состоит. Ну, В – это не кислота, правильно? Ну, просто… Т и А – это тоже аминокислота. Так. Пирамидин – это не кислота. Ладно, коллеги. Да, значит, вырожденная последовательность – это означает, что в какой-то позиции нуклеотиды могут быть, ну, в пределах определенной, ну, какая-то вариативность может быть, да? То есть, значит, вот АТР, ПАТ означает, что это… Ой, пардон, не П обозначают обычно, пирамидин обозначают ВАЙ. Ну, это, опять же, как бы, чаще всего вот так. АТР, ВАЙ, АТ, да? Это означает, что в это множество входит, соответственно, АТ, А или В, да? Так вот, вот здесь пирамидин тоже уже будет не любой, а тот, который комплементарен либо А, либо Г, понимаете, да? То есть, либо АТА, ТАТ, либо АТГ, СТА. Тьфу, пардон. САТ, да. Понятно, да? То есть, симметрия все равно есть, но вот эти средние позиции, они могут быть в разных вариантах. Да, да, да. В подавляющем большинстве случаев так. Иногда, на самом деле, бывают у энеродуклеозной рестрикции второго типа вообще какие-то бессмысленные, в которых никакой симметрии увидеть не удается. Но это редко. Тем не менее, бывает. Но везде есть исключения. Я вам рассказываю про классические виды сайтов энеродуклеозной рестрикции. И у нас в курсе будут всегда вот такие классические. Вы их сможете видеть, находить и так далее. Так, значит, то есть, вот, чаще полиндром и чаще четко детерминированные. От 4 до 8 нуклеотидов. Вот, например, там, скажем, какой-нибудь сайт рестрикции может быть из 8 нуклеотидов. Да, там, скажем, Г, С, Г, Г. Что дальше? С, С, Г, С. Вот такой сайт рестрикции может быть. Теперь, где они режут? Опять же, разные энеродуклеозные рестрикции второго типа могут резать по-разному относительно вот этих там 6 или 8 нуклеотидов. Значит, вот, ну, например, запишем то же самое, что у нас уже было. Или вот этот сайт возьмем, да. И, например, какая-то энеродуклеозная рестрикция второго типа узнает вот такой вот полиндром и вносит разрыв, например, вот сюда. Это означает, что в комплементарной цепи она наверняка внесет разрыв. Куда, как вы думаете? Симметрично, да. Вот я вам не напрасно сказал, чтобы вы в голове у себя представили вот эту вот архитектуру комплекса. То есть здесь вот сидит какой-то белок, ему удобно узнать вот эту вот половинку сайта, он режет здесь. Здесь сидит как будто бы другой, да. Ему тоже удобно узнать, и он режет вот здесь. То есть, когда вот эта ДНК будет порезана, то у нас получится, внимание, два вот таких вот конца, вот таких вот необычных штуки, да. И здесь будет торчать четыре неспаренных нуклеотида. Ну, основание, в смысле, торчать, да. Вот это такие концы, значит, они называются липкие концы у ДНК. Вот, кстати, коссайты, помните, сказал, там тоже были липкие концы, но там такие совсем никакого отношения к этому не имеют. Это 12-нуклеотидные. А здесь вот, как правило, там четырехнуклеотидные, иногда двухнуклеотидные. А иногда, иногда, да, и по поводу еще липких концов, значит, смотрите, вот здесь у нас пять штрих, конец, три штрих, конец, да. Пять штрих, три штрих, пять штрих, три штрих, пять штрих, три штрих. Вот такой вот липкий конец называется свисающий пять штрих конец. Понятно, да? Значит, если какая-то рестриктаза режет наоборот, ну или, например, давайте для разнообразия она режет вот так вот, да, то у нас получаются другие липкие концы. В данном случае они получаются с двумя неспаренными основаниями. И в данном случае у нас свисающие три штрих-концы. А где фосфат остается? Да, это важно, да. Сейчас я на самом деле про это скажу. В случае большинства ферментов, большинства нуклеазов, про которые поделал у нас речь, фосфат остается на пять штрих конца. Да, это очень важно будет. Мы сейчас спустя, я надеюсь, 10 минут уже будем, 15, будем говорить о легазе, и тогда будет все это очень важно. Так, значит, да, некоторые эндонуклеазорестрикции дают тупые концы. Ничего страшного в этом нет. Чтобы они давали тупые концы, нужно, чтобы они просто резали в центре симметрии своего сайта узнавания. И, пожалуйста, будут тупые концы. Вот. Прекрасно. Вот такая штука. Если сайт узнавания содержит 8 нуклеотидов, то тоже как бы он может, например, вот резать, скажем, здесь, да. Вот смотрите. Сайт узнавания 8-нуклеотидный, разрезание здесь. Скольки нуклеотидный липкий конец будет? 4-х. Молодцы. А если вот здесь, то тупой конец будет. Ну, все, здорово, вы все поняли. Так, теперь, значит, как я уже сказал, несколько тысяч есть эндонуклеазорестрикции. Они все имеют свои имена, как и вы. И имена у них только очень странные. Например, ЕКОР1 или ХИНД3. Что за имена такие, да? А вот ХИНД3, одна из первых рестриказ. Значит, и вообще, то есть, номенклатура эндонуклеазорестрикции, опять же, для общего развития, ну, чтобы, может, вам проще было запомнить весь этот материал. первый нуклеотид, тьфу, нуклеотид, первая буква, которая пишется большой, это название рода той бактерии, из которой был впервые выделен этот фермент. Дальше, вот это вот, первые две буквы ведового названия, то есть, вот это, там, одна из первых эндонуклеазорестрикции, которая была вообще открыта из, что-то как-то там Тимофелис, Инфлюенза, что ли там, бактерия называлась. Вот видите, H и IN, да, а потом идет название штамма, потому что, как я уже сказал, вот, про биологию я рассказывал всего этого дела, да, значит, в зависимости от штамма, то есть, вот эти эндонуклеазорестрикции, они могут обладать специфичностью именно вот существовать в каком-то конкретном штамме гемофилис, инфлюенза, или как-то там так, вот в штамме Д. А вот здесь вот просто порядковый номер фермента эндонуклеазорестрикции, который был выделен. То есть, вот, HIND-3, не повезло, или повезло, она, третий фермент, который был выделен из этого микроорганизма. Внимание! Как вы думаете, откуда был выделен Якуэрадия? Конечно, да, из Якуэрадия. Вот, гениально, здорово, я очень рад, что все так замечательно у нас. Штамм R, и первый фермент, который был выделен, этого типа, который был выделен из Якуэрадия. Так, смотрите, значит, я вам должен сказать про один секрет, это изошизомеры. Как вы понимаете, есть ферменты, выделенные совершенно из разных микроорганизмов, но они просто по воле случая узнают одну и ту же последовательность, да еще и режут ее одинаково. Вот такие ферменты называются изошизомеры. Просто прикольное слово. Шизо – это же растерение. Да, правильно, шизофрения. Расщепление, да, шизофрения – это расщепление личности. Вот, надеюсь, из вас никто… Вот, шизо – это расщепляю, да, а изо, шизо – означает, что расщепляю одинаково. Ну, еще и узнаю одинаково, да, здесь этого нету. Но, значит, они узнают одинаковые сайты, ну, хватит, хватит уже, узнают одинаковые сайты и расщепляют одинаково. А теперь, внимание, что делают гетерошизомеры? Вот, да, уникально. Узнают они одинаково, расщепляют по-разному. То есть, смотрите, например, эндонуклеазорестрикция, которая узнает АТАТАТ, расщепляет здесь, и эндонуклеазорестрикция, которая узнает АТАТАТ, но расщепляет вот здесь, красненькое, это будут гетерошизомеры. Ну, в общем, это легко запомнить, что же поделаешь тут. Вот, ну, давайте какой-нибудь пример, чтобы это все совсем усвоить. Вот, смотрите, например, эндонуклеазорестрикция со странным названием АЦЦ651. Да, значит, 65 такой штамм какой-то был уже у нее, сайт узнавания Г, ГТ, что дальше, как вы думаете? АЦЦ651. Да, это я половинку сейчас делал. АЦЦ. На всякий случай, если вы сомневаетесь, то напишите для себя вторую цепь и обозначите, где режут. потому что люди почему-то некоторые не понимают, что режут вот так вот и потом расходят цепи вот так вот. Но, в принципе, для информации достаточно, ну, по-хорошему вообще, в большинстве случаев достаточно вообще всего трех букв и обозначения, где режут. Но, конечно, всегда пишут все шесть, потому что... Да. Вот. А смотрите, рестриктаза КПН1. КПН1, она вот так такое вот режет. ГГ, ТА, С, и вот здесь вот С. Здесь получается какой конец свисающий? Быстро? ПЯ штрих, свисающий конец, да. Потому что быстренько нарисовали у себя в голове вот такую картинку. Поставили пять штрих концы, три штрих концы, пять штрих, три штрих, да. И поняли, бац, свисающий пять штрих конец. Ну, а здесь, соответственно, три штрих конец свисающий. Молодцы, здорово. Так, теперь, значит, эндонуклеазные рестрикции второго типа классические, они узнают и режут в одном и том же месте. Где узнали, там и порезали. В этом же месте пряно, внутри сайта узнавания. Ну, иногда они могут, скажем, там, разрезать, например, где-нибудь вот здесь. Такое тоже бывает, да. Но иногда, редко, они могут разрезать даже не здесь, а, например, смотрите, как интересно. Могут разрезать, сейчас я примерку приведу, вот такая есть эндонуклеазные рестрикции BCA1. Смотрите-ка, как она необычно режет. Она узнает сайт ГГТЦ. Вот потом необычно, что это как раз пример эндонуклеазной рестрикции второго типа, но у нее сайт узнавания несимметричный. Видите, да? Это редкий случай. А еще необычно то, что она режет вот здесь. То есть она узнает вот этот вот участок ДНК, да? Вот. А режет она в этой цепи вот здесь, а в этой цепи вот здесь. Вот так необычно. И получаются какие липкие концы? Пяш-штрех свисающие липкие концы, но обратите внимание, очень важный момент. Вот липкие концы, образуемые эндонуклеазами рестрикции такого сорта, они могут быть любыми. И это чертовски удобно. Сейчас клонирование с помощью эндонуклеаз рестрикции этого типа, а этот тип называется знаете как 2S-тип. клонирование с помощью эндонуклеаз рестрикции 2S-типа становится все более популярным. Почему? Потому что результатом клонирования по этим сайтам может быть так называемый бесшовный продукт. То есть это бесшовное клонирование. Что значит шов? Это означает, что если вы видите перед собой какую-то последовательность вектора и вы видите, что оставлен сайт рестрикции. Например, там страшные изобретатели какого-нибудь ужасного вируса ученые скрывают мировой заговор разработали вирус и оставили в нем сайта нуклеаз рестрикции и QR1. И тут же все какие же они не продвинутые. А если коварные разработчики вируса сделали бесшовное клонирование, то никогда и не узнаешь. Это я не к тому, что я считаю. А они использовали правый, что ли, вирус? Да, да, да. То есть смотрите, мы это потом обсудим. Можно взять, например, ПЦР-продукт, в праймер ввести сайт узнавания эндонуклеаз рестрикции 2С-типа, а порежет она уже вот здесь. Прикольно, да? И одновременно вы возьмете другую ДНК, скажем, вектор какой-то, На ПЦР-е слива тоже. Введете сайт нуклеаз рестрикции, позаботитесь, чтобы здесь была такая же последовательность, чтобы они потом могли слигироваться, но сам сайт нуклеаз рестрикции тоже в праймер введете. И потом порежет здесь, порежет здесь, и эти четыре нуклеотида спарятся с этими, но никакого сайта рестрикции не останется. Никто никогда не узнает, что вы трогали этого ДНК в своих геноинженерных манипуляциях. Так, ладно, теперь за оставшиеся 15 минут мы должны все остальные ферменты пройти. Не, ладно, сначала две минуты все-таки на практически важные детали. Вы домашку взяли, да? Здорово. Так, практически важные детали. Значит, естественно, ресурсы нашей памяти не позволяют держать в голове все сайты узнавания пиас-рестрикции, которых тысячи, да? Вот, есть программы, есть онлайн-ресурсы, например, там, веб-каптер, есть такой вот, ну, или про программы я потом, если останется время, я потом расскажу, какие есть прикольные программы, например, там, SnapGene, там, скажем, есть для геноинженерии, где вы можете вектора рисовать, описывать, вот. Ну, вот, например, онлайн-ресурс, бесплатный веб-каптер, где вы можете любую последовательность туда загнать и посмотреть, найти все сайты-рестрикции. Вот. Да, или там какие-то каталоги фирм, если вы работаете в мокрой лаборатории, там часто валяются каталоги фирм, вот такие толстенные, и там прямо все эти там сотни рестриктаз, которые эта фирма продает, все описаны, ну, или там на сайте, разумеется, да. Так, теперь, как все это на практике выглядит? Вы берете ДНК, добавляете туда водичку, добавляете буфер десятикратный, как правило, и добавляете нутриазы-рестрикции. Ставите на 37 градусов, ну, как правило, в некоторых случаях иногда оптимум температурный другой, например, есть рестрибляция, которая при 55 режет, но чаще всего 37. Ставите, инкубируете там, скажем, два часа, и потом, например, наносите на гель, увидели, что все порезал. Почему я про это говорю? Потому что надо понимать, что нутриазы-рестрикции это белки, которые были в свое время выделены из разных организмов и так далее. У этих организмов разная внутренняя среда, у белков, поэтому разные оптимумы активности, да, в плане концентрации солей, PH и так далее. Поэтому для классических андонуклеоз-рестрикции еще пока ген-инженерия до них не добралась, всегда была некая такая система буферов, то есть люди изучили там пристрастие вот этих вот там тысяч рестриктаз и поняли, что, в принципе, все рестриктазы, ну, большинство можно разделить по их пристрастиям на пять таких типов, что ли, которые будут любить один, больше всего один, ну, или два, или три из вот этих вот пяти буферов. Вот, есть такие буферы, вот они там у разных фирм имеют цветовую кодировку, например, там R+, там W, там еще что-то. У вас просто в домашке будет задача подобрать буфер. Ну, как бы это просто, да, вы смотрите, там проведена активность, какие, в какую лучше режут и выбираете тот, который нужен. Есть подвох. Некоторые рестриктазы, то есть вот специфичность рестриктаз умопомрачительной. Если у вас рестриктаза узнает ГГТАЦЦ и режет, то ГГ, там, скажем, ЦАЦЦ, она вообще никогда не порежет. То есть специфичность просто 100%. Не нужно думать, что если активность фермента составляет 80%, то это значит, что она порежет на 80%, чуть-чуть надрежет, но немножко недорежет. Или что, значит, то есть такие вот вещи. Значит, специфичность такая, что либо режет, либо не режет. Если активность в этом буфере 80%, это значит, что чуть-чуть побольше нальете или чуть-чуть подольше подержится и тоже рестриктаза порежет. Не надо бояться. А вот если активность в этом буфере 0% или 20%, то тогда лучше этим буфером не пользоваться. Это про буферы. Но иногда некоторые подлые рестриктазы в некоторых буферах берут и начинают демонстрировать так называемую звездчатую активность. Что это такая звездчатая активность ужасная? Или звездная активность ее иногда называют. Это когда рестриктаза начинает просто кромсать все подряд. Просто она режет неспецифично. Как правило, она может по-разному проявляться. Может так, что просто шмер потом у вас на геле будет. А может быть, что она порежет в 50 разных местах. Это связано с белки. Понятно, ДНК-белковое взаимодействие, есть некоторая специфичность, но путем манипулирования химическими особенностями среды можно даже хорошее дело испортить. Вот это звездчатая активность. Про нее тоже надо знать. Еще такой момент важный, который про рестриктазы надо знать. Некоторые рестриктазы чувствительны к метеллированию метиллазами, которые не удалось убрать из лабораторных штаммов. Помните, я сказал, что есть лабораторные штаммы? Из этих лабораторных штаммов уже сразу убрали все метиллазы и рестриктазы. Почему? Потому что иначе неудобно с ними работать. Вы засунули плазмиду, в которой есть сайт рестрикции. Например, это ПЦР-продукт, который априори не метилирован. Вы засунули, и все, она тоже порезала. Поэтому это все в лабораторных штаммах отсутствует. Но есть две метиллазы, которые, к сожалению, удалить не удалось, потому что они просто нужны для кори для жизни. Они не то чтобы essential, но просто если их убрать, то начинается рекомбинация с высокой частотой и так далее. Это DAM метиллаза и DCM метиллаза. У нас, к сожалению, нет времени на это, на разбор подробный. Но вот просто у них, они могут метилировать, там, 4-х нуклеотидные, вот DAM метиллаза, например, 4-х нуклеотидный сайт. И вот если в каком-то сайте узнавания какой-то эндонглиазы рестрикции есть сайт этой DAM метиллазы, просто случайно попал, то, в общем, сайт метиллазы ГАТЦ, DAM метиллаза, ГАТЦ. А у вас, например, эндонуклеазы рестрикции узнают сайт ГГАТЦ. И вот некоторые эндонуклеазы рестрикции, они не будут резать, если этот сайт метилирован. А метилирован, и он внутри сайта попал, и они не режут тогда. Вот такое безобразие. Некоторые пофигу, это все написано в мануале к рестриктазе, надо почитать, просто иногда бывает, что студенты что-то режут, режут, режут упорно, какую плазмиду выделено, она не режется, они знают точно, что сайт есть, все, вот им дали сайт, руководитель, которому они доверяют на 100%, дал карту плазмиды, он же не может ошибиться, или она, а вот не режется. А это дело в том, что там перекрывание с сайтом дан метиллазы, и поэтому она не будет резать. Так, вот, значит, это вот я сказал про систему буферов, про эти вещи. Сказал, что такое 80% активности, это означает, что будет просто недорестрикция, но не в том смысле недорестрикция, что недорежет между двумя нуклеотидами чуть-чуть, да, сахаро-фосфатный остров, в том смысле, что при тех же условиях 80% молекул порежутся, 20% нет. Но если вы поинкубируете подольше, или фермента подольше, побольше положится, то все порежется. Есть понятие единицы активности, про которое я сейчас рассказывать не буду, раньше рассказывал, но мы не успеваем. Так, и очень важная вещь, которую обязательно надо запомнить. Представьте себе, что вы рестектаза. Вы подходите, видите ДНК. Вы на нее садитесь и ее режете, да. Так вот, я когда рассказывал про всю эту биологию, да, говорил о том, что эндонуклеазы-рестрикции, они связываются куда-то внутрь ДНК большой, например, бактериофага, и режут ее внутри. Так вот, сама природа в ходе эволюции выработала у этих ферментов всю эту активность, которая способна срабатывать только на какой-то протяженной молекуле ДНК, которая, когда есть и справа ДНК, там идет, и слева ДНК идет. А если вы подсунете рестриктазе ДНК, у которой сайт-рестрикции, например, находится на расстоянии одного нуклеотида от конца, неважно какого конца, да, то для нее это будет непонятно. Вот, смотри, что это такое. Непонятно. Что ты? Не буду резать. А сколько же ты реагируешь? Вот, значит, разные рестриктазы обладают разной неприязнью к расстоянию от конца. Некоторым достаточно двух нуклеотидов, некоторым трех, и, в принципе, растет эффективность разрезания при удалении от конца. Но пять нуклеотидов достаточно уже любой рестриктазе. Поэтому мы будем много раз с этим сталкиваться. Практическое применение этого простого правила, механизм которого я только что наглядно вам показал, практическое применение заключается в том, что если вы, например, вводите сайт рестрикций в праймер, про это будем говорить завтра, вы заказываете праймер, и вот здесь у вас, у вас здесь сайт рестрикций, да, вот не забудьте, что с пять штрих конца в одном праймере должны быть какие-то любые там, пять нуклеотидов. Ну, например, ЦЦ, ТГГ. Отличное. Ну, вот. Это первый практический вывод. А второй практический вывод заключается в том, что если у вас полилинкер, помните, полилинкер, да, из вчерашней лекции, и, например, у вас здесь какие-то два сайта рестрикции или три сайта рестрикции. Вот сколько вы здесь сайтов рестрикций видите? Я, например, вижу здесь один, ну, скорее всего, сайт рестрикции, да, второй, нет, вот, ЦТЦ, АГА, ну, короче говоря, неважно, да, вот. А еще из этих сайтов можно средний стиль, да, да, совершенно верно, да. Вот. Ну, на самом деле, четырехнуклеотидными рестриктазами редко пользуются, потому что это неудобно. Просто если вы посчитаете, да, сколько, четыре в четвертой степени, да, это, как бы, в каждые 200 нуклеотидов практически будет встречаться сайт. Поэтому не используйте там в задачах, например, в каких-то домашках, не выбирайте нуклеозы рестрикции, узнающие четыре нуклеотида. Это, ну, заведомо непрактично будет решение. Непрактично. Вот. Так вот, значит, если мы возьмем, а нам нужно порезать в двух местах такую последовательность, да, если мы добавим вот эту нуклеозу рестрикции, которую узнает ГГАТЦЦ, и ту, которую узнает ТЦТ-АГА, которая вот рядом находится, буквально вот так, или, например, вот эту вот, и вот эту, у которых вообще сайты узнавания перекрываются, да, то что произойдет? Какая-то первая успешная рестриктаза подойдет, порежет, да, а потом останется конец ДНК, у которой сайт рестрикции очень близко, например, там в одном нуклеотите, да, или там даже вообще вот так вот, да, сайт рестрикции получится. И вторая рестриктаза, она придет, она увидит, что вот мой любимый сайт, вот как я хочу его порезать, а не сможет. Вот такая вот драма. Так, теперь, что-то плохо очень у нас со временем, но поскольку придется задержать вас на чуть-чуть. Я бы с удовольствием, у нас просто домашняя работа. Не-не-не, ну там не так много осталось. Значит, спасибо за вопрос про фосфат, сейчас как раз нужно о нем сказать еще раз. Рестриктазы режут так, что фосфат остается на 5-3 конца. Почему это важно? Потому что мы, конечно, любим резать, но настоящий геноинженер, если он хочет что-то сделать, путное, то кроме того, как резать, он должен еще уметь обратно сшивать. Значит, для того, чтобы сшивать концы ДНК, используются ферменты, которые называются легазы. Правильно. Легазы. Значит, легазы бывают разные. это опять же целая группа ферментов. Бывают и ДНК-легазы, и РНК-легазы, которые сейчас часто используются в создании молекулярных библиотек. Мы про все это поговорим потом. Но фермент, который чаще всего мы будем использовать с вами, это ДНК-легаза бактериофага T4. Или для того, чтобы была полная определенность, T4-дНК-легаза. Это фермент, который способен соединить два конца ДНК. Эффективно она работает только тогда, когда у вас двухцепочная ДНК с двумя концами, которые соответствуют друг другу. или которые тупые. То есть вот эти три случая способна она соединить. Причем разумеется речь о том, что здесь должны быть соответствующие нуклеотиды. Например, если здесь ГЦ-ГЦ, то здесь должно быть СГ-ЦГ. если здесь АТА, то здесь должно быть ТТ, АТ и так далее. Но вот тупые могут соединяться любые, они на то и тупые. Значит, это первое условие, очень важное, чтобы концы соответствовали друг другу. А второе важное условие это как раз вот этот пресловутый фосфат. Если на 5-3 конце есть фосфат, то это отлично для легаза. Она берет и легирует при выполнении предыдущего условия. Если фосфата нет, она расстраивается, обижается и уходит. И не легирует. На практике это иногда приводит к грамматическим разочарованиям, когда ничего не зарегировалось. ген-инженеры сталкиваются с тем, что нужно регировать вставку в вектор. Что значит вставка в вектор? Это значит, что у вас есть какая-то ДНК, плазмиды, например, как правило, которое мы называем вектор. Дело не в размере, не в том, что она больше, чем вставка. Они иногда могут быть равными или вставка даже больше в редких случаях. Дело в том, что в этой ДНК, которую мы называем вектор, в кавычках, в данном случае, жаргонная терминология, в ней находится селективный маркер. И именно это принципиально отличает вот этот кусок ДНК от вот этого, который мы называем вставкой. Почему? Потому что если вот это ДНК вместо того, чтобы замкнуться сама на себя с помощью вставки, замкнется без вставки случайно, да? Ну, в смысле, не так, как мы хотим, она просто замкнется сама на себя, она вырастет в E-коле, да? Потому что у нее есть селективный маркер. А вот если вот эта вставка замкнется сама на себя, то она не вырастет, потому что у нее нет ни уреженной репликации, ни селективного маркера, понимаете, да? Вот это отличие вектора от вставки. И чаще всего задача наиболее часто это вставить вставку в вектор, так сказать. Вот. Если мы вставляем вставку в вектор, а вектор залегировался сам на себя, такая молекула часто называется пустышкой на жаргоне. То есть мы получили пустышку в стойке. И произошло это путем самолегирования вектора. Надо понимать, что если, например, взяли и легируем, порезали вектор рестриктазой, которая дает тупые концы. Например, есть такая рестриктаза СМА-1. Она, по-моему, она узнает, если я не ошибаюсь, ГГГ, ЦЦЦ. Или может быть ЦЦЦ, ГГГ, я все время путаю. И режет она вот здесь. Так? Вот. Например, ГГГ, ЦЦЦ. Может, ЦГГ, ЦЦЦ, ГГГ, неважно. Режет, дает тупой конец. И мы туда вставляем, например, ПЦР-продукт, у которого тоже тупые концы. Может такое лидирование произойти? Может. Но с большей вероятностью, с гораздо большей вероятностью, у нас будет происходить реакция самолидирования вектора самого на себя. Почему? Потому что здесь, ну, не очень корректно сейчас скажу, но это, как бы, можно сказать, что это мономолекулярная реакция. На самом деле, конечно, не мономолекулярная, потому что еще нужна легаза, но в принципе одна молекула сама на себя залипает, как бы, легируется. Естественно, эффективность такого процесса, она на порядке выше, чем вероятность того, что вот это с цепкой и у них соединятся концы. Да, да, мы про это поговорим чуть позже. мы можем подлиннее потом отобрать еще как-то это главное, основная проблема есть. Вот, кстати, то, что я вчера рассказывал про белоголубую селекцию, она снимает этот вопрос автоматически, потому что у вас здесь есть генетический маркер, который, если вектор залегировался сам на себя, то появился этот генетический маркер. Помните, вчера кусочек лак-зет, альфа-пептид, фу, лак-зет, да, гена лак-зет, то есть, бета-галактазидат. Да, так вот, как бы нам этого избежать? Мы можем сделать блестящую идею. Да, блестящую идею. Можно сделать здесь один сайт, здесь другой, и здесь другие сайты. То есть, например, здесь там, пускай даже тот же будет тупой сайт, а здесь какой-то липкий, да, и липкий с тупым не залегируется. Но надо обеспечить такие же сайты, такие же свисающие концы на конце нашей вставки. Это хороший вариант, и очень часто так и делают. А еще один вариант, если вам вот обязательно нужно по-тупому залегировать, да, вы можете взять и воспользоваться тем, что легазе нужен фосфат, нужный фосфат. Значит, легазе для того, чтобы соединить два конца, достаточно одного фосфата. Это тоже прикольно. То есть, вот легаза, она может соединить, вот скажем, вот так вот, вы дали ей вот такую вот штуку и сказали, давай легируй. Вот. И здесь есть фосфат на 5-3 конца. А здесь, например, фосфата нет. Здесь ООН. Или газа возьмет и вот это залегирует. И будет хорошо. А здесь останется однонитевой разрыв. Он еще по-другому называется НИК. Тоже на жаргоне. Вот это уже НИК останется, однонитевой разрыв. И ничего страшного. Такую ДНК с однонитевой разрывом можно трансформировать в клетке ЕКОЛИ. И они там внутри уже все залечат. Там она и будет все хорошо. Так вот. Значит, из-за того, что важны фосфаты и можно с помощью этого манипулировать как-то вот этими легированиями, большую популярность приобрели два фермента. Один из которых навешивает фосфат, а другой снимает. Значит, фермент, который навешивает фосфат, называется полинуклеотид кеназа. Полинуклеотид кеназа. ПНК. Ну, про нее, на самом деле, мало что могу сказать. Ей нужен АТФ. Она берет с молекулы АТФ берет фосфат. Вы знаете, как АТФ уже выглядит, правда? Что я в данном случае имею в виду, что здесь вот у вас там А, здесь там сахарок, да, а здесь вот три фосфатика. Три фосфата, да, у молекулы АТФ. Знаете, как эти фосфаты называются? У них есть имена. Имена довольно дурацкие. Альфа, бета и гамма. Вот. Так вот, полинуклеотид киназа, как и большинство, на самом деле, АТФ-зависимых ферментов, но не все, пользуется только гамма-фосфатом. Она берет этот гамма-фосфат и привешивает на 5-3-конец нефосфорилированной ДНК. Вот берет этот гамма-фосфат, бац, сюда, и получается 5-3-П. Вот такая штука прикольная. Это фермент ПНК. ПНК коварен, коварна от шкеназа. Она коварна тем, что она может и обратную штуку тоже делать. Если вы ей дадите АДФ и много фосфорилированных по 5-4-Концу молекул ДНК, то она возьмет и обратно навесит фосфат на АДФ. Представляете? Это надо иметь в виду, потому что иногда, если вы, скажем, добавили нефосфорилированную ДНК, добавили АТФ, поддержали много, а студенты часто как думают, сейчас там у меня кенирование происходит, полчаса по протоколу, подержу-ка я два часа, лучше же. Два часа это же лучше, чем полчаса. Но студент не догадывается, что коварная ПНК понавесим сначала в эту сторону, она потом берет и все делает обратно. В общем, вот такая вот двусторонняя реакция. На самом деле, многие ферменты в обе стороны действуют. А фермент, который является антагонистом ПНК, это фосфатаза, фосфатаза. И, ну, чаще всего пользуются двумя ферментами. Calf-Intestine Alkaline Phosphatase C.A.P. Или сейчас такую продают еще Fast-A.P. Быстрая человечная фосфатаза. Вот. Про нее вообще мало что надо говорить. Она не требует, требует только буфера и все. вот она, в отличие от PNK, она фосфат просто отщепляет и выкидывает его. Она не переносит фосфат на АДФ, ей ничего не нужно. Просто отщепляет и все. Все. Так, что еще, значит? уже совсем чуть-чуть осталось. Всего-то пять ферментов. Ладно, шутка, четыре. Так, очень важный фермент, очень важный фермент, который будет у вас в домашке. Так все, на самом деле я про рест-рекрасы больше всего рассказывал, и это самая сложная тема, это все просто. Смотрите, полимеразы. Вы прекрасно знаете, что есть такие белки, полимеразы, есть ДНК-полимеразы, РНК-полимеразы, есть ДНК-зависимые ДНК-полимеразы, есть РНК-зависимые ДНК-полимеразы, ДНК-зависимые РНК-полимеразы и РНК-зависимые РНК-полимеразы. Вот. Сейчас речь идет о ДНК-зависимой ДНК-полимеразе. И первый фермент этого типа, который был использован и сейчас используется, это ДНК-полимераза ДНК-1, эшерехия коля. Из косомолекулярной биологии вы знаете наверняка этот фермент. Вы знаете, что это фермент, который используется в репарации в ЕКОЛе. Это не тот фермент, который длинная ДНК синтезирует. Значит, ДНК полимераза-1, она важна для нас, потому что на ее примере мы узнаем про три активности, которые есть у этого белка. Три активности, представляете? Не одна, не две, а три. Что же это за активность? Первая, как ни странно, это полимеразная активность. А вторая активность, это 3-5-экзонуклеазная. Вот смотрите, когда я вам рассказывал про эндонуклеазные рестрикции, я не напрасно обратил внимание на приставочку эндо. Эндо это означает внутри, а здесь экзо. Экзо это значит снаружи, как бы с краю. Значит, ДНК полимераза-1 имеет три активности. Три. Первая активность полимеразная, она, как я уже говорил, 5-штрих-3-штрих, да? 5-штрих-3-штрих-полимеразная. Вторая активность экзонуклеазная в направлении 3-штрих-5-штрих. Кто-нибудь знает, для чего полимеразия такая активность? Правильно, да. Это для того, чтобы, когда она идет и синтезирует ДНК, навешивает нуклеотид, потом смотрит, не то навесило. Что делать? Она берет и откусывает неправильно навешанный нуклеотид. То есть, если она синтезировала и вдруг образовалась вот такая штука, здесь все спарено, 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 а здесь один нуклеотид не спарен. Ну, со всеми бывают, все ошибаются, да? И полимераза тоже. А тут вот эта полимераза, она молодец. Она признает свои ошибки, она готова их исправить. И делает она это именно благодаря 3-штрих-5-штрих-экзонуклеазной активности, которая действительно называется еще proofreading. Proofreading-активность. Так, и третья активность, которая есть у исходной ДНК полимераза 1, это, как ни странно, тоже экзонуклеазная активность, но другая. 5-штрих-3-штрих. Вот это дурацкая активность, вообще-то, казалось бы, да? Когда она может применяться? Она может применяться вот в такой ситуации. Но для фермента, который в репарации участвует, это очень важная активность. Почему? Потому что она может делать таким образом, как бы, strand displacement, да? То есть она может, ну, не displacement в данном случае, а она, как бы, может вот здесь вот впереди себя съедать, а за собой строить. И получается такая штука интересная, да? Как бы, вот, например, она дошла до... Вот здесь у нее спаренный нуклеотид, и здесь спаренный, но здесь уже другой конец. А здесь три штрих-конец, а здесь пять штрих-конец. И получается здесь, как бы, ник, да? Помните, ник, я говорил? Одну нитевой разрыв. И вот она берет, здесь вот отъедает, здесь достраивает, и, как бы, этот ник двигает вперед по цепи. Такая реакция называется ник-трансляция. Ник-транслейшн. Вот. Почти уже все. Почти все. Снимает, снимает, коллеги, давайте, значит, двигаться дальше. Вот ДНК-полимераза-1. Был такой дядька Кленов. Кленов. Он взял и переварил ДНК-полимераза-1 за чем-то протеиназмей. Но он знаменит не этим своим удивительным решением. Он знаменит тем, что оказалось, что вот у ДНК-полимераза-1, у нее, ну, так условно говоря, конечно, на структурном уровне это не так, но можно как будто бы эти три активности атрибутировать к трем разным доменам. И вот оказалось, что вот эта вот активность последняя, которая, ну, такая немножко дурацкая, да, она, если аккуратненько обработать протеазой, не помню, какую она обработала, честно говоря, посмотрите потом в Википедии, и потом почистить вот этот вот кусочек, то, о чудо, у этой полимеразы сохранятся первые две активности, а вот эта исчезнет. И такая штука, вот эта вот, которая обладает только полимеразной активностью и фруфридинг-активностью, она называется фрагмент кленова. Кленов пишется вот так, с W. Кленов фрагмент. Ну, или по-русски FK. Вот это еще один фермент, который будет в вашей домашке. И последний фермент, который будет в домашке, и последний в нашей сегодняшней лекции, это очень простой фермент, про него буквально два слова. Это нуклеаза С1. Нуклеаза С1. Это нуклеаза, которая переваривает одноцепочные фрагменты ДНК. Если вы ей дадите вот такую ДНК, или дадите ей вот такую ДНК, то она просто-напросто вот это вот возьмет и измечтожит. И затупит, затупит вашу ДНК. Съест свисающий 5 штрих-конец или 3 штрих-конец, неважно какой. А теперь внимание, смотрите-ка. Ведь ДНК-полимераза-1 тоже может затупить. ДНК-полимераза-1, она может затупить своей полимеразной активностью, достроив 3 штрих-конец. может затупить, если вы не дадите ей нуклеотиды, своей 3 штрих-пять штрих-экзонуклеазной активностью и съесть вот так. Своей 5 штрих-пять штрих-нуклеазной активностью затупит свисающий 5 штрих-конец. И съесть вот так. Представляете, сколько возможностей? Еще раз. Но ведь мы говорили, что это не трансфейджен, а тут не ник, а фазы. Здесь просто, да. Тем не менее, эта активность у нее есть. С1 может вводить в объект. С1 пофигу, да. Совершенно верно. Именно так. Так. Фосфат она оставляет. Хороший вопрос. Фосфат она оставляет, например, в конце. Так. Все. Продон. Один фермент еще забыл. Еще фермент есть. Называется Т4-ДНК-полимераза. Помните, была Т4-ДНК-олигаза? А это Т4-ДНК-полимераза. Или Т4-ДНАП. Вот. Это фермент простой. Т4-ДНК-полимераза. У него те же активности, что у фрагмента кленова. То есть у этой полимеразы фаговой у нее есть полимеразная активность, есть прорфрезинг-активность. А вот той вот хитрой активности, которая позволяет Т4-ДНК-полимераза-1 делать с ней трансляцию или тупить свисающие печатные концы, у нее нет. Вот. То есть, короче говоря, функционально она похожа на кленова. Единственное, что у нее активность экзонуклеазная почти в тысячу раз выше, чем у фрагмента кленова. Но будьте внимательны, там в задачках будет иногда, когда добавят сначала одну полимеразу, потом другую. Не купитесь на это. Все равно мы считаем, что у этой и у этой молекулы одинаковый набор активностей. То есть, например, если добавить это после этого, то в принципе ничего не произойдет. Это все уже сделано до нее. Или это после этого. Вот. Еще будьте аккуратны по поводу нуклеотидов. Вот. Я вам сказал, что ДНК-полимераза-1, она может затупить достраиванием, если есть нуклеотиды. А если нуклеотидов вы не добавите, то она объест. Вот. Все. Не верите, да? Правильно, не верите. Я вам просто... Ладно, вы уже собираетесь. Я вам просто нарисую, для того, чтобы вам домашку было проще решить, нарисую вам один пример. Возвращаясь к эндонуклеазам рестрикции. Смотрите, вот возьмем эндонуклеазные рестрикции, вам аж один. вам аж один. Она, смотрите, как режет. Г, Г, А, Т, С, С. Так? А теперь еще одна эндонуклеаза рестрикции, которая называется БГЛ-2. Она режет вот такую вот штуку. А, Г, А, Т, С, Т. Вопрос. Это изошизомеры или гетерошизомеры? Да, это ни то, ни другое. Это две совершенно разных рестриктазы. Но вы ничего не замечаете, глядя на эти два сайта? Они в салитарных рестриктах. Правильно, да. После разрезания ДНК этими двумя нуклеазами, эндонуклеазами рестрикции, образуются одинаковые липкие концы. То есть здесь у вас получается вот такой конец. И вот такой, да. И здесь получается Г, А, Т, С. И здесь тоже. Г, А, Т, С, только в другую сторону. И здесь, внимание, то же самое получается. Правильно? Тоже. Так вот, ли газа сможет салитировать такие два фрагмента? Конечно, сможет. Ну, если, ну, фосфаты есть. После того, как сработала эндонуклеаза рестрикции, на печатных концах есть фосфаты. Если мы порежем ДНК ВАМ-H1 и ВГЛ-2, например, вот кольцевуем какого-то ДНК, здесь сайт ВАМ-H1, здесь сайт ВГЛ-2. И между ними больше пяти нуклеотидов, да. То есть я, кстати, вот обращаю ваше внимание, вот эти пять нуклеотидов, про которые я без конца твердить буду всегда, это между концами сайтов узнавания. Не между точками разрезания, а вот это вот. Вот здесь шесть нуклеотидов, и вот здесь шесть. Вот эти вот пять нуклеотидов должны быть больше пяти вот здесь, между краями. Вот. Значит, если между ними больше пяти нуклеотидов, добавили угористриктоза, они одновременно сработали, получились вот такие концы, и вот это с этим может соединиться, и у вас получится вектор, из которого выброшен вот этот вот кусок. Внимание! Какой сайт после этого останется в плазмине? Никакой, правильно, просто никакой. Но даже с первого сайта, который сайта проведал. Да, совершенно верно. Вот из этих двух сайтов не останется ни одного, но останется сайт ГАТЦ, и такой сайт тоже имеет свою рестериктозу для узнавания. Она называется САУ-3А. Она узнает просто ГАТЦ. Но, как я уже говорил, такие рестериктозы неудобны, потому что четыре нуклеотида, они слишком часто встречаются. Они называются, кстати, мелкощепящие. Вот те, которые знают четыре нуклеотидов, называются мелкощепящие. Те, которые шесть нуклеотидов, называются среднещепящие. А те, которые восемь, называются редкощепящие. А может быть, крупнощепящие. Все! Ура! ура потому что